МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. О главных новостях прямо сейчас. Проекты будущего машиностроителя Чувашия готовы к освоению новой продукции. Следующий шаг. Власти Республики объявили о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Бесплатная юридическая помощь. Союз юристов Чувашии открыл общественную приемную. Сегодня Олег Николаев подписал указ о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Это значит, что возобновляется работа непродовольственных магазинов, торговой площадью до 800 квадратных метров. Открываются автошколы, имеющие лицензию. Местные санаторно-курортные организации могут заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид-19. Для этого достаточно предварительного уведомления Управления Роспотребнадзора по Чувашии о выполнении методических рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения. При этом руководители структур лично будут отвечать за своевременную дезинфекцию и соблюдение масочного режима. Команда молодых лидеров «Путь к успеху начинающих управленцев» конкурс стартовал по инициативе в Рио главы Чувашии. А сегодня в столице республики прошли полуфинальные испытания. Участники демонстрировали навыки работы в команде. Кто такой лидер и как им стать? Участники конкурса точно знают ответ на этот вопрос. Среди 92 полуфиналистов и студенты, и работающая молодежь. Они уже прошли два вида тестирования. Жюри определяли их психологическую готовность, творческий потенциал, знание основ работы в команде. Самое важное испытание, конечно, это полуфинал, групповые дискуссии. Именно работая в команде реально, выполняя кейсы, нацеленные на решение практических задач, участники учатся дополнительно работать в команде, плюс оценщики, профессиональные эксперты, наблюдают за каждой командой. Алена Шофеева закончила экономический факультет по специальности бизнес-информатикам. В будущем она планирует работать в госструктуре. На конкурсе представляет проект о сокращении использования бумаги с помощью IT-технологий. Хочется видеть республику все-таки молодой, во-первых, потому что сейчас здесь остались в основном старшее поколение. Все молодые уезжают на заработки в другие города. Молодой и технологически современный, потому что сейчас, конечно, внедряются, но не так эффективно, как должно быть. Это то, чего я хочу. Это мое желание, и я готова работать в этом направлении. Но сначала Алене нужно попасть в финал конкурса в управленческий кадровый состав попадут лишь победители. Мы будем делать все, чтобы каждый из ребят, который вышел на этап полуфинала, тем более те, кто выйдет на финальный этап, будут всяческим образом, скажем так, рассмотрены на предмет их дальнейшего использования и применения их способностей для развития Чуваши. В принципе, сам конкурс мы ровно для этого запускали. В итоге в финал конкурса пройдут 25 молодых специалистов. Их ждет индивидуальное собеседование с экспертами. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики зарегистрировала первого кандидата на должность главы Чувашии. Им стал Сергей Матвеев, выдвинутый партией «Патриоты России». Кроме того, комиссия отказала шести кандидатам, которые не смогли предоставить необходимые документы. Сергей Матвеев одним из первых подал на проверку в местный избирком 276 подписей муниципальных депутатов и список претендентов на должность сенаторов Совета Федерации. После проверки всех документов комиссия приняла решение зарегистрировать кандидата от «Патриотов России». Словно, муниципальный фильтр преодолеть непросто. Но, конечно, только благодаря моей команде. То есть, это одному человеку нереально пройти. После площадок этих встреч приходилось еще встречаться. Общаться и собирать подписи. Задача сейчас усилить работу. Опять же, агитационные процессы, работа и встреча с избирателями. Ну, опять снова у нас командная работа. Шесть других кандидатов – Юрий Шакеев, Николай Коклейкин, Андрей Эльдеменов, Роман Васильев, Максим Чепель и Петр Петрянкин – либо вовсе не предоставили нужные документы, либо сдали их не в полном объеме. Компания, на мой взгляд, вообще непредсказуема. Потому что никто не мог предположить, что у нас будет 12 кандидатов. Никто не мог предположить, например, что две такие партии, которые у нас в республике являются ведущими, это «Единая Россия» и «Справедливая Россия», не выдвинут своих кандидатов. Но все произошло так, как произошло. Таким образом, у нас на данный момент 5 кандидатов претендует на то, чтобы попасть в избирательный бюллетень. Мы считаем, что выборы будут вполне конкурентными, интересными. И, соответственно, результат должен быть объективным. На этой неделе ЦИК рассмотрит документы еще четырех кандидатов, выдвинутых партиями. Это Константин Степанов от ЛДПР, Александр Андреев от КПРФ, Николай Степанов от партии пенсионеров. На проверке и документы самого движенца Олега Николаева. Уже в четверг станет известен окончательный список претендентов на пост главы Чувашии. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Как возродить одну из крупнейших промышленных площадок Чувашии и сделать производство рентабельным? Чем может помочь правительство России? Об этом говорили на выездном совещании в концерне «Тракторные заводы». В нем принял участие и заместитель министра промышленности и торговли страны Александр Морозов. У тракторостроения Чувашии новые возможности. Руку помощи вновь предлагает российское правительство. На этот раз из большой номенклатуры выбрано одно направление. Производство техники малой и средней мощности. Тем более попытки продвинуть его предпринимались уже не раз. Накопился определенный опыт. Мы сегодня рассматривали большое количество мер поддержки, которые существуют и возможность применения этих мер поддержки в отношении продукции, которые производит концерн «Тракторные заводы». Надо сказать, что по всем вопросам мы нашли решение. Я думаю, что в ближайшее время количество мер поддержки как федеральных, так и региональных вырастет. Как подчеркнул заместитель министра, благодаря господдержке концерн сможет производить технику не только для местных аграриев. Речь идет о специальных инвестиционных контрактах по производству тракторов средней и малой мощности. Диверсификация деятельности позволяет как производить законченные виды продукции, то есть машины и механизмы, так и отдельные агрегаты и компоненты. И тем самым позволяет совершенно по-разному и мобильно использовать производственные мощности, в том числе через кооперацию тех предприятий, которые расположены на территории Чувашской республики. В этой связи сегодня, конечно же, появилось очень много мыслей и идей, над которыми будем дальше работать и их претворять в жизни. Отдельно на совещании был затронут вопрос производства крупногабаритных тракторов и бульдозеров. Многие клиенты концерна сократили свои инвестиционные программы. 600 тысяч тракторов в ближайшие 5 лет – это потребность российского сельского хозяйства. То по промышленной технике там гораздо сложнее, потому что мы выпускаем бульдозеры для угольной промышленности и для других обрабатывающих отраслей, на которых сильно отразилось как коронавирус в целом, так и снижение цен на тот же уголь. Мы вместе ищем какие-то модели, привлекаем банковское финансирование. Напомним, на прошлой неделе об этом говорили на встрече с представителями промсвязь банка. Возможно, будет проработан механизм финансирования клиентов, желающих приобрести продукцию концерна. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Первое сентября пройдет в обычном формате. В новом учебном году школьники снова сядут за парты. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Поначалу профильное ведомство хотело отказаться от проведения традиционных линеек на первое сентября из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако сейчас принято решение линейки провести, если позволит эпидемиологическая ситуация. К дистанционному обучению планируется прибегать только в качестве дополнения. И в развитии темы образования 26 столичных выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Завершился основной этап государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования. В аттестации приняли участие более 2311 классников. Выпускники сдавали экзамены по 14 предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. В рамках национального проекта образования обновляется материально-техническая база школ, где учатся дети с ограниченными возможностями. Совсем скоро за это новое фортепиано сядут ученики Чебоксарской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер один. Доступная среда постепенно расширяет свои границы. Пять школ, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, получили оборудование для кабинетов технологии. Именно в них ребята с ограничениями по здоровью учатся элементарным жизненным навыкам. Скоро здесь появятся мастерские – швейная, гончарная, столярная и слесарная. Это очень важный проект для наших детей, потому что многие дети, участвуя в конкурсах профессионального мастерства, как, например, Обилимпикс – чемпионат для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, это для них старт в новую жизнь, в профессиональную жизнь. Показывая там хорошие результаты, наши дети начинают чувствовать себя увереннее, они лучше адаптируются в современном обществе. Здесь обучаются более 300 детей. Каждому из них важно получить профессиональную ориентацию, понять, чем они смогут заниматься в этой жизни и кормить себя. В этой ситуации, когда мы уделяем трудовому воспитанию и интересу к трудовой деятельности, очень большое значение, чтобы в дальнейшем дети, потому что много детей с ментальными нарушениями, могли быть самостоятельными, самодостаточными людьми. Это, я думаю, цель любых родителей, и спасибо администрации, которая нам помогает. Помимо оборудования для кабинетов технологии, школа получила новые музыкальные инструменты – цифровое фортепиано, музыкальные гармошки. Из ударных появились барабаны, деревянные ложки и колокольчики. Современные уроки, они проходят тоже многограммно, как это можно сказать. Потому что именно с этими детьми мы на уроках занимаемся всем. И пением, и танцами, и играми на всяких инструментах. И поэтому очень большое значение имеет то, что мы сейчас имеем. С помощью финансирования из Москвы до 2024 года будет обновлена материальная база в 11 школах республики для детей с ограниченными возможностями. Анастасия Миловидова, Игорь Зверев, Республика. Сурский оборонительный рубеж – героическая веха истории, которой гордится Чуваше. Жительница Мурпосадского района Олимпиада Алексеева – лучший киберветеран России. Она посвятила своей работой исследованию объекта времен Великой Отечественной войны. Олимпиада Алексеева, в прошлом учитель физики и математики, а в душе историк, всегда с удовольствием участвовала в различных конкурсах и викторинах по истории родного края. Вот уже несколько лет она изучает все, что связано с сурским оборонительным рубежом. Олимпиада Васильевна помнит рассказы своих бабушек, участниц строительства оборонительных укреплений. Одной из ее последних творческих работ стала презентация «Моей бабушке-труженике тыла». Домашнее задание 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Я посвятила эту работу моим бабушкам по материнской линии и по отцовской линии. На территории нашего села Покровское проходит линия обороны, Сурско-Казанский оборонительный рубеж. Эти места мы еще в школьные годы изучали с помощью учителя истории Людмилы Ефимовны. Она нам показывала вот эти места, и это оставалось в моей памяти. Еще моя бабушка в 1941 году, будучи жительницей деревни Мало-Яндуганово, приходила сюда, минуя 15 километров расстояния, рыть окопы в наше село. В селе Покровское, где сейчас живет Олимпиада Алексеева, почти в каждой семье есть или были герои тыла, участники строительства сурского рубежа. Я хочу продолжить эту тему глубже, хочу участвовать в следующем году еще в каких-то конкурсах. Хотела бы найти я карту вот этой линии, которая проходит через наше село. Около кладбища в нашем селе находятся две ямы, две глубинки, на которые можно посмотреть. Вот это остатки Казанско-Сурского оборонительного рубежа. Сурский оборонительный рубеж протянулся по территории Чувашии на 380 километров. Всего на работу было направлено 171450 человек, в основном женщины, старики и подростки. С ноября 1941 по январь 1942 в морозы до минус 40 градусов они вручную вынули около 5 миллионов кубометров грунта. После окончания строительных работ республика поддерживала рубежи обороны полной боевой готовности до конца 1943 года. Но это общеизвестные факты. А Олимпиада Алексеева надеется, что ей удастся узнать дополнительные важные и интересные подробности. Результаты исследований она разместит в сети, чтобы все желающие могли прочитать про подвиг наших земляков-тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов. Республика. В союз юристов Чувашской республики открыл общественную приемную, где граждане могут получить правовую помощь бесплатно. В первую очередь здесь помогут социально незащищенные категории лиц. Это инвалиды первой и второй группы, малоимущие, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Кристина решила воспользоваться этим правом, чтобы узнать, как разрешить конфликт с работодателем. Я работала на полставки у одного руководителя. Он обещал мне одну зарплату, а выплатил совсем другую. И я пришла в эту организацию, чтобы узнать, что мне делать, как получить обратно свои деньги. Союз юристов существует уже пять лет. Он объединяет юристов, практиков, преподавателей, государственных служащих, представителей бизнеса. Открыв приемную, общественная организация решила держать под контролем особенно важные проблемы, волнующие общество. Этого требует федеральный региональный закон о бесплатной юридической помощи. Правоведов поддерживает правительство республики. Основными направлениями Союза юристов Чувашской республики является оказание бесплатной юридической помощи, правовое просвещение, общественный контроль и мониторинг правоприменения. В настоящее время в этот реестр включены семь некоммерческих организаций Чувашской республики, которые оказывают достаточно широкий спектр социальных услуг. Общественная организация «Союз юристов Чувашской республики», которая сегодня открывает вот эту общественную приемную, первая в Российской Федерации получила статус исполнителя общественно полезных услуг в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Мария Федорова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии начали автоматически оформлять СНИЛС на новорожденных детей. Родителям не придется подавать специальные заявления в пенсионный фонд или МФЦ. СНИЛС автоматически оформят для малышей, появившихся на свет с 15 июля этого года. Пенсионный фонд пришлет данные СНИЛС ребенка в личный кабинет матери на портале госуслуг, если она или отец там зарегистрированы. Только за первые сутки работы сервиса «ЗАСНИЛС» обратились 206 человек. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители. Сегодня в Яльчевском районе прошел град, он сопровождался сильным дождем и ветром. Подобные явления отмечают в районе не в первый раз. Видео в рубрику «Мобильный репортер» мы получили от наших телезрителей. В прошлый раз сильный град уничтожил здесь часть урожая. Больше всего пострадала деревня Яманчурина. Там сильный дождь частично размыл грунтовую дорогу, ветер повалил деревья, а град с перепелиное яйцо не только побил овощи, но и уничтожил часть урожая. Повреждены 350 гектаров посевов. Последствия только будут уточняться, но поскольку град был крупным, он наверняка причинил вред посевам. Это главная новость и к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова